Ребята, всем доброе утро, наидобрейшее утречко! Сегодня, ну не как сегодня, всю эту неделю эта комната будет в моём распоряжении. Это мой будет рабочий офис, комната Милена, потому что Руслан эту неделю работает в ночь, и он, как вы понимаете, спит. Итак, я готовлю, варю овощи, воживу, потому что на польском языке овощи это фрукты, так же как из тыквы, да, тыква дыня. И значит, сварю овощи, хочу сделать салат, потом покажу какой салат, это будет овощной, там вот варёная картошка, морковка, зелёный горошек, солёный огурец и там укроп. И заправлю всё это сметаной, ну, либо майонеза немножко добавлю. Милена пока завтракает. Мне учительница вчера прислала уроки для Милены, поэтому сегодня я ей дам, опять же, переведу сначала и дам ей задание, которое ей нужно будет выполнять. Ну и всё вот в таком ритме. А я сейчас смотрю фильм, называется «Залив» 2012 года. И мне ещё прислали там большое спасибо слова, слова на польском языке, это там фрукты, овощи и животные, тоже будем учить с Миленой. И прислали ссылку на фильм польский. Но мне присылают это в личных сообщениях, кто на e-mail, кто на фейсбук. В общем, всё, будем смотреть, не переживайте, ни одна ссылка не пропадёт. Дальше, по мороженому поняла, как называется. Большинство из вас написали одну и ту же фирму, поэтому я буду прислушиваться и куплю в следующий раз вот эту фирму, которую вы мне написали. А выговорить её не могу. Сегодня у меня ещё будет два или три собеседования, сейчас я точно не вспомню. И, в общем, ну такой обычный, такой вот тень карантинный. Просыпаюсь я сегодня утром, Руслан спал, и, значит, вижу мешок с этими, со сладостями. Посмотрите, сколько всего. Прям люди знают, что мы их любим. И, в общем, на работе его угостили, ну, как бы милене. В общем, вот. Поэтому у нас запасы есть, всякого разного тут шоколада. Задали домашнее задание, ознакомиться с страницей 92 и посмотреть видео про филармонию. Салат мой готов. Сейчас я вам покажу, что у меня вышло. Вот, видите? Ну, это как оливье, только он без колбасы. Милена делает домашнее задание. Я уже как раз додела. Интересное. Кстати, да, действительно, задание такое было интересное. В общем, сделать надо было... Мы, правда, не совсем поняли, что надо было сделать. Ну, в общем, мы сделали. И, ну, как сказать, в общем, из каких-то материалов придумать что-то такое интересное и полезное. И Милена вырезала из журналов картинки. Сама придумала вот эту затею. В общем, это собака. Собака моется и моет ее вот этот человечек. Чебуречек. Чебуречек. Я сижу в удивительном месте. В ванне. Видите? В общем, я хочу провести эксперимент. У меня есть предположение, что полы этого серого кафеля красятся. Я взяла белую салфетку. Я ее хочу намочить и потереть пол. А потом я расскажу, почему у меня такие выводы. Вот я намочила чистую белую салфетку. Полы мою каждый день. Вот не поверите. Каждый день я сначала все это подметаю. Этой щеткой специальной. И мою полы, потому что я люблю чистоту. Но я заметила, что Милена ходит в носках и у нее без конца черные ноги. Вообще. Я еще у нее спрашивала. Я говорю, почему у тебя такие грязные носки? Я не понимала, что происходит. Чистые полы. Я даже к этаже не говорила. Я говорю, слушай, какие-то полы здесь все время грязные. Без конца черные носки. И я ей говорю, я не могу понять, что происходит. И я недавно поняла, когда взяла салфетку и что-то я с пола протерла здесь. И у меня салфетка серая оказалась. Темно-серая. Я пошла. У нас, кстати, такая же самая плитка и в кухне. Ну вот, смотрите. Не знаю, как показать. Вот. Видите? Эта ванна. Мы не ходим здесь ни в обуви, ни в чем. Здесь регулярно моются полы. Не может быть такой грязный пол, если мы вчера мыли полы. Я пошла в кухню. Идемте в кухню. Я там тоже хочу провести. Взяла чистую салфетку. Туалетную влагу. Я хочу там тоже провести этот эксперимент. Сейчас я вам покажу. А я сухой потру. Так. Смотрите. Не могут быть такие грязные полы. Это касается плитки. Там, где я пробовала ламинат, такого нет. То есть я провела вот такое исследование и выяснила, что этот кафель красится. Вот так. В общем, я сейчас разговаривала с Катажиной. Она заказала нам футболки. Классные. И футболки должны эти завтра прийти. И мы хотим с ней пойти в этот пачкомат, чтобы их забрать. Потом я вам покажу, какие футболки пришли. В общем, работу Милена сделала. Вон она повесила этих своих сюда. Все, что она выполнила. Работу учительницы мы отправили на проверку. И я пойду сейчас, наверное, выносить мусор. Ну, не, наверное, пойду выносить мусор. И дальше, наверное, зайду еще в магазинчик. Вот, я приготовила то, что мне надо вынести. И я пошла. Мусор вынесла. Иду гулять. Ну, не гулять, а так. Кружок сделаю вокруг людей. Мне написали комментарий, что, может быть, у меня есть зависимость от сладкого. Вы знаете, я вам скажу так. С самого своего детства я находила конфеты, которые прятала моя мама. Которые были там на празднике, например. Я всегда находила свои подарки. И я тайком ела сахар ложками. Вы понимаете, у меня это тяга к сладкому. Я не могу без сладкого. Объясню, почему. Даже когда вот мы с подружкой, с моей Юлькой. Привет, Юлька. Ты меня смотришь. Приходили со школы или ходили друг к другу в гости. У нас всегда было сладкое. Но чаще я к ней ходила. У нее всегда были дома сладости. И мы так привыкли, что я к ней приду. И мы могли чай гонять целыми днями. И все время пить чай с печеньками, с конфетками. В общем, и в семье у нас так принято. У нас дома всегда есть сладкое. У родителей моего мужа. У них всегда дома есть сладкое. Ну и вот. Чай мы пьем, наверное, два раза в день. Это после обеда, например. И после ужина. Ну, каждый из нас съедает там, например, по одной, по две шоколадные конфеты. Ну, как бы так. Если есть выпечка, то это после обеда, например, сладкое. Поэтому я не знаю, как эта зависимость. Одна моя знакомая вообще сладкое не ест. Она его не любит. Она очень любит мясо. Очень любит селедку. Может есть ее очень много. Но мне надо, чтобы у меня дома было разнообразие сладостей. Дело не в том, что у меня охота прям вот сладкая. А дело в том, что именно у меня охота. Если мне захочется именно вот это пирожное, я пойду его искать и его куплю, потому что я хочу именно это пирожное. Понимаете? Я еще не буду есть там все подряд, всякие сладости. Нет. Я пойду покупать то, что я хочу съесть. Я купила пять масок. Я хотела купить десять. Я купила пять, потому что одна маска стоит 5,90. Сказать, что я злая, это ничего не сказать. Я просто в ярости. На хрена мне такие маски за 5,90 злотых? Чтобы вы понимали, один злотый, это 18 рублей на русские деньги. Вот переведите. Стоимость маски, которая стоила 5 рублей русскими, сейчас стоит 100 рублей. В общем, для того, чтобы снять свою злость на стоимость этих масочек, я сейчас разговаривала с Катажиной. Она сказала, что до коронавируса одна маска стоила 70 брошей. Сегодня она стоит 5,90. Что, сырье подорожало? Кусочек резинки и этот материал или что? В общем, чтобы снизить всю свою злость, я готовлю блины. Как Катажина говорит, блины. Блины. Все, первый блин пошел. Процесс идет. Смотрите, какой симпатичный. Жареный кефир, как я вам и рассказывала. Блины, как всегда, ребята, удались. Ну, просто вообще сказка. Не хотела никакую выпечку там покупать. В общем, делала... Ну, Милена любит блины, Руслан любит блины. Ну, и я. Захотелось очень. Я просто купила вот такое сгущенное молоко. Попробовать взяла. Чтобы с блинами. Ну, в общем, почему мы едим сладкое? Потому что сейчас не хватает положительных эмоций, да, в связи с этим карантином. Поэтому люди могут больше есть сладкого. Так же и в нашем случае. Поэтому потихоньку будем переходить на сухофрукты с чаем. И перестанем варить варенье. А будем есть просто клубнику вот в сыром виде. Просто сейчас такое время, когда ничего веселого не происходит, а радовать себя чем-то надо. И, к сожалению, вот потребность в сахаре, она есть. Все, ребята. Всем пока-пока. И до завтра.